Зимой 2014 года ЖСК «Молодежный» начал продавать квартиры в Неженке, а уже весной началось строительство двух домов. Люди, купившие жилье и внесшие полную сумму, активно наблюдали за ходом работ. Дом застройщики должны были сдать осенью 2015 года, но к 2016 строительство полностью прекратилось. Осталось лишь два заброшенных здания. Пасщики отдали за квартиры от полутора до двух миллионов рублей. ЖСК «Молодежный» начали банкротить, банкротство было умышленное. Жильцы этих домов, квартир, взяли на себя обязательства, что мы сами их достроим, только отдайте нам их в собственность. Были уже созданы по законодательству, что каждый дом имеет свою ЖСК. Стал ЖСК «Мира-78» и «Мира-79». Председателем стали также жители 79-го дома, и мы стали также полноправными владельцами. Я мать-одиночка, да, и с двумя детьми на съемных квартирах уже три года. То есть мне тоже, я заплатила полную стоимость. У меня материнский капитал там уложенный. Приезжала к Зензину, это было в 2016 году. Я как бы говорил, что на каком основании вы можете взять мой материнский и не построить дом. Смотрит на меня и говорит, что у меня хороший юрист, я все решу. После объявления ЖСК «Молодежный» банкротом назначили нового конкурсного управляющего. Сделку о передаче земли пайщикам суд признал недействительной, о чем сами оренбуржцы узнали после вынесения решения. Непоставленные в известность пайщики самостоятельно начали проводить к домам необходимые коммуникации и достраивать здания. Уложили миллион с лишним, крыша, канализация, свет, провода, все это делали, все это проводили сами за свой счет. Только я документы подал в Росреестр на собственность недостроя квартиры и земли, участка земли по одной восьмой, сразу наложили арест. Не знаю, как это все, это прокуратура дошло и до следователя, но наложили моментально арест. «Три года я сужусь, мне когда Зензин и Ярославкин, то есть это предыдущие, ну те, которые сейчас уже объявили себя банкротом, они сказали, да, давайте мы вам поможем, хотя бы по одной восьмой, ну как бы восемь квартир в этом доме, по одной восьмой право на собственность, ну зарегистрировать, то есть на каждого. Сегодня вынесли решение о том, что в моей мыске отказано. У нас есть уже ОНС, то есть все законно, оформлено в Росреестре. Я не знаю, кто каким образом там свыше за нас молится или каким образом они вносят такие решения». Сейчас возбуждено уголовное дело против учредителей ЖСК «Молодежный» Егора Зензина и Александра Ярославкина. Пасщики говорят, что статью с мошенничества переквалифицировали на превышение полномочий. Обманутые оренбуржцы уже не верят в помощь ни региональных, ни федеральных ведомств, ведь им везде приходят лишь отказы и отписки. На все обращения прокуратура Оренбургского района предлагает собственникам квартир купить их вновь. Сейчас пасщики в ожидании собрания с надзорными органами, которые им обещал провести в Рио губернатора. Люди до сих пор ждут, а дома уже начали разрушаться.